Вопрос, у кого учиться? Обещают все золотые горы? Обещают, что все изменится, что вы разбогатеете за пять минут? Но все это чушь. Любые достижения требуют усилий, они требуют затрат, они требуют преодоления чего-то. Любые. И вот я больше всего не люблю эту правдину, который говорит, подложите под цветочный горшок 10 рублей, и деньги он повалит в дом. И успеете дверь закрывать, да? Чушь собачья. И бывает такого. Любые достижения требуют усилий, они требуют работы. И вот вы знаете, я никогда не приглашал людей на быстрые деньги. Я всегда людей приглашаю на большие деньги. Насколько быстро у вас получится, это зависит только от вас. Только от вас. Один раз в Самарканде, Хаджан Сориевна сидел на дороге, в нем у него проходит прохожий и спрашивает, скажи, пожалуйста, сколько идти до Самарканда? Он говорит, иди. Он говорит, ты что, тупой? Я у тебя спрашиваю, сколько идти до Самарканда? Хаджан Сориевна отвечает, иди. Он говорит, ты вообще, наверное, дурак. Я тебе спрашиваю, сколько идти до Самарканда? Он говорит, иди. Он махнул рукой, пошел. А Хаджан Сориевна вслед кричит. Вот таким шагом, как ты идешь, три дня. Вы понимаете, о чем я считаю? Цели одинаковые. То, к чему мы должны прийти, одинаковое. Просто люди с разной скоростью идут. Вот некоторые выбирают такой шаг, такой темп, что на самом деле три дня. Некоторые выбирают, что надо три месяца идти. Мне очень нравится, знаете, такая рекламка, один раз видел. Там такой стрелка, стрелка. Написано, туалет. А внизу надпись. Сто метров. Бегом пятьдесят. Потому что, когда бегом, понимаете, там... Я просто сейчас вспомнил, почему я держу, потому что вспомнил, как я ходил как раз на Тома Шрайтера, и он рассказывал про цели. Просто про цели рассказывал. Что такое цель? Он говорит, ребята, вот что такое цель? Люди начинают ему рассказывать, там, своим реантам, еще что-то. Ну, он тот знает, что он хочет. Это не то, это не так. В конце концов, говорит, а хотите я вам сейчас покажу, что такое цель? И вот говорит, а мы собрались-то в метрополии. Он говорит, вот когда вы шли сюда, в метрополии, на занятия, кто-нибудь из вас заметил, туалеты? Где находится здесь здание? Нет. Потому что вы все спешили, вы все торопитесь к месту получше занять. Поэтому они смотрят. Ну, туалеты есть. Поэтому, вот, сейчас никто из вас этих туалетов не заметил, но давайте себе представим, что, не зная, с какой целью, мы все выпили по три литра воды. Через некоторое время у всех появится цель. И мы заметим все указатели, которые ведут к цели. Они есть, они всегда есть. По этим указателям мы найдем то, что нам надо. А там написано. Ремонт. Ну, все. Мы после этого скажем, все, что от нас зависело, мы сделали, пускай теперь будет, что будет. Или у нас есть цель. Указатели, которые ведут к цели, всегда есть. По этим указателям у нас на другое место, на другом этаже. А там очередь большая. Ну, уж теперь-то мы точно скажем, все, что от нас зависело, я все сделал. Дальше будет, что будет. Или у нас есть цель. Если цель большая, если она давит, то мы все равно добьемся своей цели. Может быть, на каком-то последнем этаже какой-то фигус найдем. Указатели, ведущие цели, всегда есть. Мы просто на них не обращаем внимания, пока у нас нет цели. Если мы нацелены на продажу, мы найдем все указатели, которые ведут к продажу. Они всегда есть. Но в это время мы не видим других указателей, которые ведут к построению организаций, которые ведут к большому бизнесу, которые ведут к большим деньгам. У нас нет времени. Мы сосредоточены на том, чтобы искать указатели, которые ведут к большому бизнесу, к большим деньгам, к большому успеху. Они есть. Но просто мы на них не обращаем внимания, пока у нас нет цели. Цель должна быть. Цель должна быть большая. Она должна быть очень большая, чтобы ее не сгородили какие-то гадости, неприятности. Они будут. Обязательно будут. Кризисы, обвалы валюты, отъемы цен, отказы людей. Это всегда было. Всегда было. Всегда есть и всегда будет есть. Но просто, как в этой ситуации мы себя поведем? Расплачемся и умрем? Все, что от меня зависело, я сделал. Теперь будь что будет. Ребята, я сейчас про вас. Я сейчас про вас. Что мы с вами будем делать, когда громнет очередной кризис? Он, как вы думаете, он будет? Что мы будем делать? Может быть, даже и больше, в два раза, да? Кризис – это не время для переживаний. Кризис – это время для того, чтобы делать усилия. Ну, как это сказать? Победить. 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 В любом случае победить. Понимаете, кризис, второй кризис, три кризиса подряд. Но мы должны жить, мы должны кормить своих детей, мы должны видеть будущее, мы должны видеть свет в конце туннеля. Я говорю, смотри, какой нам свет дает. Мы вчера с Магнусом очень поздно расстались, он хотел сегодня встретиться, еще пообщаться. Я говорю, Магнус, не могу, у нас встреча. Он говорит, где, когда, я приеду. А Леша ему говорит, нет, не успеешь, Магнус. У него сегодня 12 встреч, а 3 самолета. А сегодня понедельник. Магнус так пожалел, что он не смог прийти сюда. Мы тоже, честно говоря. Угу. И мы. Сей.